Дети войны. Они встретили войну в разном возрасте. Кто-то подростком, кто-то на пороге юности, а кто-то совсем крохой. Юлии Ивановне, когда началась война, было всего два года. Родилась я в Горьковской области, в село Медяна, в 1939 году. Родители мои, отец колхозник, мамка домохозяин. Детей нас было много. Вот. Старших два брата, которые, в общем, старшего самого звали Николай, второй Павел, первый 19-го года, второй 22-го. Они жили в Казани, выучились на часовых мастеров. Потом вот и взяли на фронт. Старший, значит, был, ну, служил там, он дослужился до старшины, в разведке служил. Второй служил, ну, как вот, я не знаю, подводный лоск или корабль там какой-то, ну, на военном корабле, скажем так, проще. А третий брат, Никита звать его, он работал в Нижнем Тагиле, трудармия. Ну, как, ну, да, труженик-то в армии. Ну, а мы остальные, это, младшие, это, все жили с родителями. Жили, ну, как жили? Жили, наверное, как все крестьяне, в хозяйстве корова была. Ну, и поросенка держали с курами. Участок был большой, 40 соток, сажали картошку, все это ее выкапывали. Меня даже в школу не пускали в сентябре дня намадова, чтобы картошку копать. Ой, Господи, ну, вот, так и жили. Одежды, конечно, как таковой хорошей не было. У меня была фуфайка, платок, такой на голове простой, простенький. Младше меня ведь еще были два брата, да, ну, те, ладно уж, совсем маленькие. Второй брат, который был позади меня, вот мы с ним жили. У нас были валенки на двоих. Кто первый, тот и взял. Питались, что ели? Вот, когда война-то началась, это я, конечно, не помню, я только со слов родителей знаю. Вот, картошку терли ведро, при горшине муки туда, вот, делали хлеб. Вот, вот, хлеб ели. Потом проса, ну, это, пшенку-то эту делали. Сеяли сами на участке грядку. Ну, и все овощи, летом овощи. Вот, ну, а зимой уж немножко мяса, чуть-чуть. Старший-то брат приехал с войны, раненый был, израненный он, а второй-то не вернулся. Подавали запрос туда, в Москву, в архив военный. Нам ответили, тяжело раненый, отправлен в госпиталь. И все, больше ничего нету от ним, не известно. Ну, а остальные-то, значит, все. Один брат был тракторист, один учился на комбайнера. Вот тогда немножко почувствовали вкус жизни. И хлеб стали получше есть, и пироги мамка пекла, а то нет, не было. После окончания семилетки я уехала к брату в Казань. Немножко водилась с его ребятишками, потом устроилась на работу. Ну, и вот, случайно познакомилась с Маймаковым, местным уроженцем. Ну, и так, переписывались. Он служил в Германии всерсрочно. И вышла замуж, посмотрела. Ну, а теперь что? Где дочери у меня родились с ним? Так, я, в общем-то, счастлива своей жизнью. Дети у меня хорошие. Меня не оставляют, не забывают. Я за это, конечно, благодарна. Спасибо большое, Юлия Ивановна. Дети войны Смотрят в небо, глаза воспаленные. Дети войны В сердце маленьком, горе бездонное.